Продолжение следует... 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 которые в разной степени эффективности что-то делают. Поэтому сегодня, я даже говорю о том, что сегодня у нас именно инвестиционный такой начальный период, который другие отрасли прошли, мы переходим к отработке новых моделей на Дальнем Востоке и в Сибири. Именно поэтому корпорации развития Дальнего Востока и инвесторы Хабаровского края Бурятии присутствуют в Китае в команде с Мишустиным для того, чтобы привлекать средства на Дальний Восток, где сейчас складывается благоприятное обстоятельство для инвестирования в развитие мясного скотоводства. Мясное скотоводство становится очень интересным бизнесом для размещения средств. Это становится инструментом для решения огромного числа задач по закреплению территории, пространственной организации территории и прочему-прочему. Здесь мы уходим больше, чем просто мясо, производство мяса для внутреннего потребления. И основной нацел в нашей отрасли мы делаем не на продовольственную безопасность России, а делаем именно на экспортные рынки. Дело в том, что Америка, имея 92 с лишним миллиона голов крупного рогатого скота мясного направления продуктивности и 9 миллионов молочного, завозит столько же себе мяса говядины, сколько и экспортирует. Идет обмен отрубами. Фактически речь идет о том, что страны распределяют части туши быков в зависимости от кулинарных предпочтений. И поэтому наша отрасль обречена на постоянный обмен в этом смысле продуктов экспорта и импортных операций. Поэтому мы рассчитываем, что фактически наша отрасль не имеет ограничений по экспортным возможностям. Только один Узбекистан готов покупать от 50 до 70 тысяч тонн говядины. Россия не допроизводит 300 тысяч тонн для самой себя. Ну, то есть вот у нас масштабы вполне серьезные. С учетом того, что у нас падает поголовье крупного рогатого скота в молочной отрасли, а в мясной прирастает, к сожалению, незначительно, мы фактически имеем с вами ситуацию следующего характера. В момент, когда другие отрасли будут вынуждены находиться в ситуации борьбы в рамках существенного насыщения и уже глубокой перестройки своих отраслевых связей, отрасль производства мяса и говядины находится в самом старте своих возможностей и не имеет никаких ограничений ни во времени, ни в масштабах для того, чтобы расти, зарабатывать деньги и приносить радость всем нам с вами, реализуя свои знания и возможности. Спасибо. Спасибо, Роман Владимирович. Есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Да, обязательно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ростокин Виталий, Омский Викон, директор по производству. В животноводстве ограничивающим фактором в развитии является длительный производственный цикл, 9 месяцев. Соответственно, интенсивность развития, есть один из методов, это производство и использование эмбрионов для ускоренного генетического прогресса. Вот эта тема как-то прорабатывается. Не просто прорабатывается. Давайте, вы невольно задали два вопроса, не один. Я поэтому отвечу сначала на первый, это будет понятно на второй. Вообще, спасибо большое, тем более такая серьезная компания с таким хорошим, так сказать, шлейфом. Значит, смотрите, первое. Мясное скотоводство ошибочно подразумевается как отрасль с длинным циклом окупаемости 8-12 лет. Ошибочность этого мнения про отрасль мясного скотоводства строится от неверно выбранных бизнес-моделей крупными агрохолдингами, которые считали, что они должны контролировать как в птицеводстве, как в молоке, так и в свиноводстве весь цикл содержания маточного поголовья, развития молодняка, генерацию племенного поголовья, откорм, забой и продаж. В этом случае, да, сроки длинные, бизнес не окупаем. В случае разделения бизнес-процессов на отдельно генерацию молодняка от емышей, это 12 месяцев бизнес. Дальше подготовка молодняка передержка, это еще 8 месяцев. Третий цикл бизнеса откорм, это 3-6 месяцев. Поэтому разделение мясного скотоводства на 4-5 циклов позволяют резко сузить срок движения средств и зарабатывания и сконцентрировать внимание на том, о чем было сказано, на генетике. Значит, с 2017 по 2020 год, 3 года подряд, я просто о самом крупном скажу, да, то есть мелких много, я скажу о самом крупном. 3 года подряд государственные контракты правительства Томской области с нашим союзом и нашими партнерами генерировали производство эмбрионов мясного скота в хозяйстве Томской области молочного управления для ускоренного развития генерации поместного и поглощающего скрещивания мясного поголовья. Мы это делали в разных регионах, начинали еще с 2009-2010 годов. Ну, просто в Томске это была большая госпрограмма, которая позволила нам успешно выявить и возможности, и слабые стороны работы с эмбриональными технологиями, связанными в большой производственной практике. Есть свои результаты, они требуют прямо отдельного разговора, будет сессия о скотоводстве, где я могу ответить на детали, но мы это не просто применяли, мы получили эффективные результаты, где в области появилось несколько хозяйств, уже основанных на поголовье, рожденном именно от эмбриональной масштабной программы. Поэтому да, мы это используем, мы это применяем, поскольку сегодня единственным источником быстрого наращивания мясного поголовья в России остается или поглотительное скрещивание на молочных породах, или эмбриональные технологии, что сложнее, дороже и требует работы уже с генетикой. То есть мы там все-таки уходим в сторону производителей больше, чем в сторону мяса. То есть у нас есть уже лаборатория ЭКО, да? У нас в отрасли как бы у предприятий, я знаю, как минимум пять таких лабораторий. Вот, в разной степени успешных, масштабных. Вот, и это еще покойный Сергей Гончаров организовывал, когда он в Воронеже с губернатором Гордеевым делал одну из таких лабораторий. Такие лаборатории, их много. Вопрос в том, что нет сегодня заказов на такую работу. Ведь вопрос не в наличии специалистов, а в наличии спроса, когда вам платят за это, и тогда вы сможете поддерживать эту деятельность. Вот сегодня заказ, спрос массовый на попытку использовать эмбрионы в местном скотоводстве практически отсутствует. Он очень точечный. Технологии есть, опыт есть, возможность есть, лаборатория есть, оборудование есть, заказчиков нет. Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы, коллеги? Я хочу спросить. Я Дарья Тюрина, компания «Биатров». Большое спасибо за очень интересный доклад. Я его когда слушала, я очень сильно удивлялась. И говядина дорогая, и поголовье падает. У вас такой радужный, оптимистический доклад, что у нас... Вы знаете, да, я отвечу вам. Это есть, подождите, подождите, это просто мои эмоции, да, и все странно. И вот говядина-то дорогая, все вроде здорово. А почему люди не инвестируют в местное скотоводство? Большое спасибо. Хорошо, опять два, даже три вопроса. Я постараюсь не сильно занимать ваше время, но первое по поводу эмоций. Знаете, для того, чтобы это, как это, для того, чтобы объединиться, надо размежеваться. Помните, великих. Так вот, на сегодняшний день ситуация такая. На протяжении, ну, наверное, четырех-пяти лет мы отчаянно взывали о том, что отрасль находится в достаточно сложном положении и мы очень сильно зависим. В качестве одного из аргументов было то самое совещание, которым Юрий Иванович сказал. Вот он так аккуратненько сказал, что нам удалось отстоять. Отстоять удалось свиноводам. Вместо 200 тысяч тонн свинины беспошлиной было завезено 100. Точнее так, разрешено к завозу 100. А нам говядину все-таки сказали, что поскольку отрасль не может обеспечить производство и рост, и нет никаких инвестиционных проектов, это к вашему второму вопросу, то 200 тысяч тонн говядины из Бразилии беспошлина к 540 тысячам тонн по низкой пошлине, которая с учетом того курса доллара, когда это все происходило, была вообще ни о чем. То есть 740 тысяч тонн мяса говядины можно было завезти в Российскую Федерацию совершенно спокойно. И это была бы более конкурентная цена, чем произведенная говядина внутри Российской Федерации. Это первая часть ответа на ваш вопрос. То есть когда вы можете завести такой объем говядины, и она будет однозначно дешевле, чем то, что вы выращиваете и бьете в России, но инвесторам входить в бизнес, который точно имеет какой-то временной цикл, просто неинтересно. И поэтому первое – это постоянное давление возможности привезти говядину из-за границы, которая дешевле, чем ты будешь сам производить. Это первое. Второе. Это то, о чем я сказал, отвечая на первый вопрос предыдущего, так сказать, контактера нашего. Неверные бизнес-модели. Вот неверное представление о том, как зарабатываются деньги в производстве мяса говядины, приводит к тому, что все привычные и очень широко вирусным образом растиражированные бизнес-планы про мясное скотоводство, они фактически говорят, что там денег нет и быть не может. Или это 8-10 лет с непонятными результатами. Вот это заполонение интернета и мозгов специалистов неверными моделями привело к тому, что по большому счету интереса у бизнеса нет. Тем более давайте говорить открыто. Как было сказано сегодня, больших журналистов нет, мы можем говорить чуть открытия. Так вот открытие мы говорим следующее. Крупный бизнес, имеющий доступ к финансовым ресурсам в России, ищет проекты, которые имеют окупаемость максимум в полтора-три года, и поэтому все, что выходит за эти рамки или представляет риски, ему неинтересно. А все, кто хотели бы заняться мясным скотоводством, это организации, не имеющие никаких ресурсов для длинных инвестиций. И поэтому отрасль мясного скотоводства сегодня вообще вне внимания инвестиционных портфелей каких-либо организаций. Крупным неинтересно долга, мелкие лишены средств. То, что декларируется как льготное финансирование, не обеспечивается. Банки отказываются финансировать мясное скотоводство из-за того, что большая часть, как я уже говорил, неудачных моделей привела к банкротствам на этой отрасли. Поэтому сегодня мы находимся в положении, пока не будет переосмыслен экономический подход, раз, пока будет не найден консенсус между инвестиционными группами и желанием использовать мясное скотоводство для зарабатывания денег, мясное скотоводство и производство мяса говядины будет находиться в состоянии не до финансирования, а с учетом падения поголовья в Российской Федерации и укропнения молочных холдингов, снижения производства мяса говядины в ближайшей перспективе. Но, повторяю, только доведение до определенной ручки иногда открывает глаза для того, чтобы увидеть проблему. Я с радостью ожидаю, что открытие глаз произойдет скоро. Поэтому я позитивен с тем, что уже скоро, уже пять лет плакали, сейчас мы смеемся. Спасибо. Спасибо большое за это. Я хочу добавить, что действительно, Роман, потому что на всех предыдущих мероприятиях ты был плачущий. Все, я как это... И наконец наступает то время, поэтому спасибо, сейчас, извините. Но если серьезно, вот предыдущему я тоже хотел бы добавить, это действительно огромная проблема, но если отвечать коротко, ну, еще не пришло время. Вот просто еще не пришло время. Почему? Потому что я не зря говорил, страны с развитым животноводством. Мы еще не страна с развитым животноводством. Мы пока страна с развитым птицеводством, мы пока страна, вступившим в новую фазу развития свиноводства, но не страна с развитым мясным животноводством. Да и Молочная еще имеет свои вопросы. Здравствуйте. Как раз по этой тематике про страну с развитым животноводством. Как вы считаете, можно ли сделать такую страну с развитым животноводством, не имея образовательного учреждения? В данный момент времени нас передали в Минобор. И Минобор говорит, ну как нам так говорят, что Минобору не нужны зоинженеры. Про ветеринаров, конечно, речи нет, они у нас фавориты. Но я лично зоинженерный факультет. И заявлено, что не нужны зоинженеры Минобору, нужны какие-то другие технологии, называйтесь как-то модно. Как вы считаете, это же идет вразрез, в принципе, со стратегией госбезопасности. Это повсеместная, всероссийская такая тенденция, что зоинженеров не нужно в стране. Или это какие-то наши местечковые дела, потому что нет зоинженерного факультета больше. Есть факультет экологической и какой-то там, а, и пищевой, и биотехнологии. Я еще не выучила. Поэтому нет зоинженеров. Вот такая печальная ситуация. Микрофон, пожалуйста, говорит. Поддержаться от них. Потому что надо смотреть, что стоит за паспортами специальностей, а не то, что на самом деле стоит название. И плюс, опять же, министерство, если я правильно понял, приняло решение, и все академии теперь стали университетами. Ну, это налагает определенные обязательства и на формирование, я так понимаю, направлений подготовки и образовательных программ. Я думаю, что надо судить по результатам. И вот наш опыт перехода Минобранауки показал, что существенное увеличение объема финансирования. Поэтому давайте мы все-таки будем смотреть по делам, а не ориентироваться на какие-то вот такие интервенции. Ну, есть вопрос, но на него все равно я отвечу, да, в данном случае. Да, вот, пожалуйста, представитель института. Ну, что? Я прокомментирую. Не уходите, я отвечу. Меня зовут Новик Яна Викторовна, являюсь директором Института ветеринарной медицины и биотехнологии. Немного тут не согласна с коллегой абсолютно. Направление подготовки зоотехния никто не отменял, естественно. Оно есть в ГОС, оно есть в университете. Другое дело о востребованности данного направления среди будущих абитуриентов. Это уже другой вопрос. Если мы посмотрим цифры приема по ветеринарной медицине, по зоотехнии, конечно, там разница будет очень существенная, серьезная. И спасибо коллегам тоже за комментарий, за поддержку. Поэтому здесь я считаю как-то неуместное. Не-не, ну почему неуместное? Если у людей есть вопросы, значит эти вопросы желательно озвучивать. Она уместная, но в плане развития именно направления зоотехнии. Нет, давайте так. Сейчас подождите, подождите, подождите. Давайте так. Вот чем три года назад из 12-3 я приезжаю сюда с огромным удовольствием и все отменяю, лишь бы быть очень сюда. Потому что именно усилиями Юрия Ивановича Александровича это место для диалога и разговора. Поэтому давайте так. Любые вопросы корректны, если они не задевают чьи-то, так сказать, нервы. Поэтому если у кого-то болит, они должны прозвучать, и мы должны не сказать, что это вопрос, а ответить. Первый ответ Денис Владимирович меня полностью устраивает в этом смысле. Но я-то хотел сказать немножко иное. Можно отвечу? Вот смотрите, я руководитель отраслевого союза. Я представитель людей, желающих зарабатывать деньги на производстве мяса и говядины в специализированной отрасли. То есть я представитель не государства. Я представитель бизнесменов, фермеров и инвесторов мясного и скотоводства. И дальше я вам скажу вещь, которую сейчас вы должны услышать. А мне не хватает фермеров широкого плана образования, базис которых зооинженер. Именно зооинженер, не ветеринар. Потому что плохо обученный ветеринар лучше не надо. Лучше человек знает, что ему нужно идти к профессиональному ветеринару. Зооинженер – это более широко, это более производственно, более гарантизационно. Это кормление, это многие вещи организационно-управленческие. Поэтому на сегодняшний день я показывал вам Бурятию. Я показывал еще ряд регионов. Ну где мы идем? Вот первое, что делает Союз, ищет союзников среди образовательных учреждений и начинает вместе с ними говорить, а кого вы готовите? И можем ли мы в рамках, тут то, чем было сказано, утвержденных профессий и планов, тем не менее внести дополнительные знания, чтобы готовить специалистов? Но дальше ваш правильный вопрос – а куда они пойдут работать? Именно поэтому отраслевой союз производителей говядины сегодня отрабатывает бизнес-модели кластеров, где нам нужны сотни частных владельцев скота. Слово «фермер» я хотел бы убрать, потому что это немножко такое понятие затасканное и немножко испорченное. Владельцев независимых, которые обязаны своей базисой иметь зооинженерное образование. Поэтому для нас генерация экономических моделей на территориях, приносящих доход – это спрос на профессию массовую зооинженеров и узкоспециализированные сервисные ветеринарные службы, которые обслуживают целый район. Вот мы строим такую систему. Там много элементов, но главным для нас является это. Ветеринарная служба – это аутсорсинг, высококлассных специалистов. И все, кто находится в системе владения – это зооинженеры, которые работают с животными каждый день. Поэтому нет спора. Есть спрос, который будет определять не Минобр, не правительство и не Госдума, а бизнес. И сегодня бизнес в моем лице говорит нам в мясном скотоводстве и в смежном, молочном, малом и среднем животноводстве, которые с нами работают вместе, нужны зооинженеры массово и ветеринары с высокой квалификацией. И третье, что нам нужно, то, что сегодня здесь все время звучит, но почему-то уходит в сторону. Нам нужна иная система лабораторного мониторинга эпизотической безопасности. Иная. Вы меня простите, но когда у меня 60 дней с момента сделки на поставку скота с дополнительными затратами, я задаюсь вопросом, зачем я кому-то говорил, что я благополучен, если в момент продажи из благополучного хозяйства мне говорят, а вот теперь после всех наших проверек, что ты благополучный, мы тебе и не верим. А вот теперь, когда мы не верим тебе, что ты благополучный, и ты провел дополнительную проверку, что ты благополучный, мы не верим, что предыдущие две проверки были у тебя благополучные, поэтому ты третий раз будешь проверяться. А потом мы не верим, что там было благополучно, два раза было благополучно. Теперь мы тебя здесь будем четвертый раз проверять, а благополучно ли ты. И в этом вопросе мы говорим, а надо снижать стоимость говядины для потребителя. Ну, надо снижать, подняв стоимость лабораторных исследований для фермера, потому что надо быть благополучным. Это прекрасно. Это интересная задача. Будем решать. Роман Владиславович, спасибо за такой столь подробный комментарий. Здесь все абсолютно так. Но в плане образования все-таки еще подытожим. Никто не отменял направление подготовки зоотехния. Это крик души с точки зрения ощущений, да, локальных. Поэтому в данном случае мы с вами не говорим о том, что это, так сказать, какой-то там неверный вывод. Но вот здесь так это сложилось. Ну, тенденция, да. Ну, я повторяю, здесь я, понимаете, вот как-то так получилось, что я руководитель довольно давно и все время мы как-то зависим сами от себя. Так вот я хочу сказать, есть спасение утопающих в руках самих утопающих. Бизнесу нужно зарабатывать деньги, он должен решать задачи. Экстейшн, найм специалистов в институтах, чтобы готовить себе специалистов, оплаченные группы своих фермеров, которых готовят по нужным специальностям с усиленными вещами. Это нужно бизнесу. А когда государство пытается придумать за бизнес, кого оно выпускает, мы имеем с вами людей, которые работают не по специальности или обладают совершенно не теми знаниями, которые нужны бизнесу. Поэтому на сегодняшний день привычка все время ждать со стороны государства мудрого решения, которое решит все проблемы, играет злую шутку с людьми, которые хотят заработать деньги. Мы эти деньги теряем, теряя время. Поэтому на сегодняшний день задача отраслевых союзов правильным образом ориентировать все институты знаний, власти, образования, науки для того, чтобы что? То, что сказал Юрий Иванович, заработать деньги. И вы помните это волшебное слово, я его от Жанецкого помню. Чем я могу помочь Родине? Заработай себе денег сам, не проси у нее денег. Спасибо большое за очень развернутые ответы, ответы на вопросы. Залу спасибо за активность. Я думаю, это именно тот формат, который мы хотим здесь иметь и к чему стремиться. Спасибо.